МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены из 26 стран приняли участие в престижном турнире Кубок мира «Мемориал Анатолия Харлампеева». В этом году отмечается 110 лет со дня рождения основателя самбо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение двух дней турнира развлекали зрителей два самбиста тигра. Их присутствие не было случайным выбором. Исполком Международной Федерации самбо поддержал инициативу по опеке редкого вида тигра – амурского. И теперь образ тигра встречается везде в качестве официального талисмана Федерации. Считается, что он будет не только символом удачи для самбистов всего мира, но и поможет развивать программы по защите животных и окружающей среды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МОСКОВСКИЙ КУБОК МИРА ПО САМБО – это еще и хорошая традиция учреждать номинации и специальные призы. В этом году Международная Федерация самбо продолжила награждать лучших журналистов мира по версии ФИАС. В категории «Лучший тележурналист» памятную награду «Серебряную тарелку ФИАС» получил французский корреспондент «Евроспорт» и «Комбатспорт» Хаким Джелуат. В номинации «Лучший пишущий журналист» ФИАС наградила корреспондента спортивного интернет-портала номер один по освещению олимпийских новостей Inside the Games Bees Дэниела Эчелса. И в категории «Лучший фотокорреспондент» награду получил российский фотограф Международного информационного агентства «Россия сегодня» Евгений Одиноков. Я первый раз в России, это волнительно, и это награда. Я очень горд, что получил ее. У тебя есть еще награды? Нет, это первая. Вот почему это предмет особенной гордости для меня. Но это не только моя награда, знаете, она принадлежит также моей команде, моим коллегам. Я очень счастлив и буду продолжать развивать самбо. Этот вид спорта имеет свое место среди других в мире. Победитель получает все. Признание, медаль и даже автомобиль. Чемпион мира и России. Победитель нынешнего Кубка мира имени Анатолия Харлампева. Игорь Беглеров стал обладателем ценного приза за лучшую технику. В номинации «Лучшая техника» награждаем чемпиона этого турмира в весовой категории 57 кг Игоря Беглерово, двукратного чемпиона мира. Коммерческий банк «Финансовый стандарт» в лице председателя правления Ольги Маликовой обусловил свой выбор наличием у спортсмена воли к победе, мужества и отличной техники. Игорь Беглеров уже завоевал себе путевку на чемпионат мира весовой категории 52 кг на чемпионате России как раз в свой день рождения, 5 марта. Но судьба подготовила ему еще одно испытание. Мне позвонил тренер сборной и сказал, что травмировался, к сожалению, первый номер. Михаил Данилян, который должен был участвовать на этом Кубке мира. И то есть вот мне уже там последние дни позвонили и сказали приехать сюда весовой категории 57 кг. То есть я вот, то есть я приехал и... То есть ты выступал не в своей категории? Не в своей категории выступал, да. То есть сложилось все удачно. Вот сложился такой результат и получил такой ценный подарок. Из всей сборной команды страны, которая здесь участвует, да, он наиболее титуловный. Приз учреден за лучшую технику. И здесь он все свои встречи выиграл досрочно. Таких прекрасных встреч, как продемонстрировал Игорь, сегодня у нас как бы нет. Поэтому он достойно заслужил этот приз. И спасибо большое фиасту, что так стимулирует спортсмена. 27 финальных поединков увидели зрители, пришедшие на арену дружба, ставшую уже традиционным местом проведения Кубка мира. Я уже третий раз выигрываю его, поэтому это очень престижный. Один из самых престижных турниров, который очень сильно хочется выиграть. И это большая честь быть чемпионом и войти в историю, как один из победителей этого турнира. Это соревнование очень высокого уровня. И пусть даже здесь немного сейчас участников, но все равно здесь присутствуют представители таких сильных стран, как Россия, Болгария, Армения. И в моей категории в том числе очень большая конкуренция и очень высокий уровень. Поэтому это соревнование, оно и технически очень сложное для меня, и психологически. Но тем не менее, этот турнир служит очень хорошей подготовкой к предстоящему чемпионату Европы по самбо. Это моя первая медаль. Я очень взволнован. Я новичок в боевом самбо. Я начал заниматься самбо всего три месяца назад. Это большая возможность для меня получить такую медаль. Это здорово. Я пришел из ММА, и мой друг рассказал мне о самбо. У него есть своя школа. Так я и начал заниматься. И мне очень понравилось. Последний бой турнира стал одним из самых зрелищных. В категории боевой самбо более 100 килограммов на ковре встретились российские и корейские спортсмены. И похоже, эта победа для корейского спортсмена была крайне неожиданна. Казалось, он с трудом верил в случившееся. Русские выиграли в прошлом году золотую медаль, и я хочу отдать эту медаль русскому. Как? Почему? Я хотел бы проиграть. А что тебе помогло выиграть? Я чувствовал сильный дух, он и помог мне выиграть. Я чувствовал сильный дух. 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 Продолжение следует...